добрый день привет привет всем я рада приветствовать вас в нашем прямом эфире ждем подключения ждем пока все соберутся буквально минуточку те кто присоединяются девочки мальчики привет привет всем напишите пожалуйста хорошо ли видно слышно чтобы я разворачивала камеру и мы с вами начали наше общение поставьте смайлик кто присоединяется чтобы я понимала что у меня слышно все хорошо спасибо 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 я рада приветствовать вас в нашем прямом эфире сегодня такая тема для меня достаточно радостно так как я мастер моделирующий я обожаю твердую гелевую систему гели акригели это вот прям моя тема и поэтому очень рада представить вашему вниманию нашу супер новинку посмотрите какая прелесть я вообще безумно довольна на самом деле что у нас вышел этот продукт у нас появилась новинка в виде акригелей жидких акригелей во флаконах с кистью это просто супер прорыв на мой взгляд новый формат просто обалденный материал для моделирования проверено мной неоднократно я просто в восторге от этого продукта и с удовольствием с вами сегодня поделюсь сделаем выкраску покажу цвета расскажу для чего нужен этот продукт и с удовольствием отвечу на все ваши вопросы все еще раз всех приветствую все кто присоединился всем привет привет камеру разворачиваем так разворачиваемся непосредственно переходим к нашим новинкам к нашим продуктам выход у нас был 25 июля посмотрите что это это акригель жидкий акригель во флаконе с кистью в объеме в 15 миллилитров я вам сейчас покажу как это выглядит на сайте заходите на сайт смотрите ли ставите и когда вы заходите в гелевую систему первое что вы видите вот видите гелевая система и в разделе гелевая система сразу у вас выходит новиночка объем 15 миллилитров стоимость продукта 1650 рублей в чем преимущество этого материала во-первых это материал жесткий для полноценного моделирования очень классно он подойдет даже мастерам которые ну скажем так не гелевики это для новичков для девочек которые только научились работать и укреплять ногти гель лаковой системе системой и вот этот материал позволяет нам работать в гель лаковой технике выполнять укрепление но и также и удлинение можно выполнять на форме при помощи этих продуктов жидкий акригель во флаконе так ну давайте начнем нашу выкраску фирм флэпс флексибл гель называется первый цвет это у нас бланк очень красивый белый оттенок классно смотрится на ногтях он не бежевый без каких-то примесей цветовых красивый хороший белый цвет выкрашиваю на типсу посмотрите как он ложится плотно я прямо рекомендую попробовать потому что консистенция у жидкого акригеля на мой взгляд совершенно волшебно я просто в восторге от работы с этим материалом он по консистенции отличается от софтов от системы гелевой смотрите с первого слоя видите какой плотный очень классный очень плотно перекрывает линию гиппонихия и по консистенции я бы назвала его такое ощущение что вот он масляный он как масло ложится очень послушный прекрасно моделируется прекрасно самовыравнивается позволяет работать в технике как с опилом так и без пила не требует дополнительной подложки для удлинения то есть вы гелем из флакона акригелем из флакона вы можете сразу выполнить удлинение на форме смотрите вот я его только направила в нужное мне направление и он сам лег просто идеальный тянется прекрасным у меня огромное количество хвалебных от именно в адрес этого продукта потому что действительно он стоит того переворачиваем сцентровываем легко ложится идеально девочки очень очень прочный материал и при этом имеет некоторую эластичность он не дает абсолютно от слоек работала с ним очень много тестировала проверяла на влажных ногтях на тонких на перепиленных стоит идеально то есть там где другие продукты дают отслойки этот материал стоит просто идеально отправляю просушиться первый цвет бланк на мой взгляд это такой некоторый прорыв в гелевой системе потому что мастера которые работают на наших продуктах которые с гель-лаковой системы работает наверняка смогут со мной согласиться что в определенное время когда у нас вышли в файбербазы это такой был прорыв в гель-лаковой системы потому что файбербаза была вообще супер супер альтернативой для ногтей с постоянными систематическими отслойками вот я могу сравнить фирм flexible гель именно с таким продуктом он кардинально отличается от обычной софтовой гелевой системы нерастворимый жесткий удлинение выполняем совершенно спокойно на любую длину сразу на форме не нужна какая-либо другая подложка все делаем из одного флакона и при этом и удлинение и укрепление при этом получаем прекрасную шикарную архитектуру я очень не хотелось бы чтобы цвет конечно передавала видно что нет никакой желтизны вот белый лист на у меня материал просох и абсолютно кипельно-белый он и остался с идеальным самовыравниванием с прекрасной текстурой с прекрасной консистенции и конечно в работе меня он очень порадовал тем что абсолютно не дал никаких отслоек смотрите что касается минимальная толщина для носибельности как а у него я могу сказать что я когда тестировал этот продукт на моделях ставила в разную толщину и в максимально тонкую когда мы не соблюдаем архитектурные параметры и выстраиваем материал тоненько-тоненько я сейчас имею ввиду полноценное наращивание и когда недостаточно точки апекса конечно любой материал сломается но если у нас есть каркас и основа натуральных ногтей можно выкладывать достаточно тонко то есть если в салонном моделировании в стрессовой зоне толщина у нас там варьируется там два с половиной три миллиметра то здесь мы можем до двух миллиметров укладывать и материал будет отлично стоять отлично держаться белый мы посмотрели свар с вами фирм flexible гель там не цвет называется давайте его посмотрим тоже цвет очень красивый такой натурально натурально бежевый здесь есть еще один в этой коллекции еще один есть бежевый оттенок я надеюсь что телефон передаст цветопередача будет достаточно для того чтобы вы могли увидеть но текстура просто я в полнейшем восторге получаю огромное удовольствие от работы с этим материалом видно что вот он такой тягучий он такой приятный не течет вы его выложили по границам очень удобно даже можно взять линеарную кисточку и максимально подвести его под кутикулу он не будет затекать будет четко находиться в тех границах которые вы ему задали и использовать в качестве цветного покрытия уже не используя дополнительно перекрытия цветом можно сразу дизайн сделать ну просто идеально я его наношу и он сам фактически фактически самый разравнивается добавляющий небольшую капельку красивый попала очень красивый оттенок бежевый обратите внимание что здесь плотность пигмента уже немножечко другая он скажем нет легкую такую вуаль он слегка полупрозрачный и очень натурально смотрится на ногтях красивые красивые ноготочки получаются я не перестану повторять именно смысл этого материала конечно в работе абсолютный кайф ты получаешь от консистенции этого продукта потому что когда держишь его в руках он не похож ни на один продукт который у нас линейки присутствует то есть я не могу его сравнить с нашими софтами даже по скажем качеству выкладки по результату который мы получаем вот такой красивый бежевый оттенок называется он town и для тех кто присоединяется повторюсь у нас сегодня новинка долгожданная очень большой объем работы мы провели перед выпуском этого продукта очень тщательно тестировали большое количество на большом количестве модели отработали с этим продуктом с разной длиной и с арочными ногтями с квадратом и миндалевидная форма небольшая салонная длина то есть я осталась в таком с очень хорошим впечатлением от работы с этим материалом так следующий у нас цвет подсыхать пока этот подсыхает четыре цвета всего в объеме 15 миллилитров 15 миллилитров объем на сайте он уже доступен стоимость 1650 рублей розы ли оттенок тоже очень красивый вот они каждый хороши по-своему просто прекрасный цвет при этом розовый такой непоросячий розовый а прям действительно красивый розовый тоже очень легкий на нашу это жидкий акригель это не система софт гелей она также является нерастворимой прочность дополнительная у нас такая хорошая акригелевая прочность и при этом материал не дает отслойку он очень подойдет на ногтях проблемных на ногтях влажных тонких перепиленных то есть в ситуации когда вы видите что у клиента вот ну вообще нифига ничего не держится я вам рекомендую попробовать для таких клиентов фирм flexible гель жидкий акригель кстати можно и на верхних формах работать девчонки работают тоже очень нравится идеально наносится сама выравнивается а пил на натуральных ногтях не требуется и будет очень удобен мастерам начинающим девчонкам которые только-только прошли обучение которые только научились работать про подложку сейчас расскажу которые научились работать гель-лаком гель-лаком делают укрепление выравнивания а с твердым гелем еще не знакомились вот этот материал такой будет супер супер этапом для того чтобы подойти к твердой гелевой системы смотрите собирается сама выравнивается ровный гладкий ну вот просто бомба просто бомба сейчас делаем выкраску и расскажу по поводу подложек цвет там не так это у нас бланк это у нас там не сейчас мы розы ли с вами выкрашивали так что я вам как мастер моделирующий рекомендую познакомиться с этим продуктом я абсолютно уверена что он очень очень многим мастерам зайдет очень понравится ну что материал действительно бомбически и следующий четвертый цвет фирм flexible гель называется он сэнди он тоже бежевый но при этом немножечко другой это знаете из разряда такое же только с перламутровыми пуговицами у него более холодный скажем оттенок то есть если у нас у тауни есть некоторые розовинка в присутствует этот будет такой похолоднее без розовинки на для максимально таких натуральных натуральных ногтей есть легкая прозрачность и на своих на натуральных ногтях он подсвечивает цвета ложа ногтевого и дает очень классный эффект по поводу печет смотрите вот мне честно мне печет а девчонкам вот работала с кем ставили кто-то говорит кому-то не печется всем кто-то чувствует тепло в первые секунды кому-то печет сильно то есть тут тоже все зависит и от ногтевой пластины сказать что совсем холодный нет не совсем холодно не могу сказать то есть такой умеренный скажем так не вставать и бежать не нужно все зависит от толщины ногтевой пластины своей натуральной у меня например ногти очень сильно чувствительные у меня даже когда я ты классом покрываю цвет я чувствую в лампе тепло то есть мне печет всегда но опять-таки это происходит буквально в первые секунды и потом все все отпускает все отлично обычно белые очень сильно пекут вот если белые сравнивают например soft milk гель у нас белый он прям горячий да то этот будет менее горячий он не так печет в сравнении например с нашим мелком так смотрите разравнивается ну просто текстура у него какая-то божественная очень мне нравится и я вам его рекомендую так красивый розовый оттенок такой нежно-нежно выбеленный розовый розовый цвет 3 и 4 у нас подсыхает так пока гель сохнет я пролистаю посмотрю вопросы что касается подложки это твердая система твердая система нерастворимая соответственно она требует определенной подготовки ногтевой пластины я рекомендую работать сейчас секундочку я рекомендую работать таким образом по нашей классической гелевой системе мы выполняем подготовку ногтевой пластины при помощи евро клинцера далее используйте не используйте я беру всегда в работу nail prep aid это дегидратан который позволяет вывести остатки влаги и масел из натуральной ногтевой пластины то есть слегка ее подсушить но при этом не агрессивно воздействует далее мы используем ультрабонд в качестве грунтовочного материала в качестве праймера полностью на всю поверхность ногтевой пластины и дальше вы можете выбранным удобным способом либо подходящим но естественно подходящим клиенту тут уже смотрите сами либо супербонд можно использовать в качестве базового покрытия можно использовать бейс гель из гель лаковой системы то есть если есть мастера делятся да кто-то сна супер бонде любит работать кто-то бейс гель я больше супербонд люблю вот под классику всегда его используют в редких случаях если очень-очень влажные ногти тогда я бейс гель использую то есть здесь смотрите кто-то девчонки вообще работает на медиум медиум используют качестве подложки у них все шикарно держится поэтому здесь я вам рекомендую если вы пользуетесь определенной базой которую используете в качестве подложки можете продолжать ей работать каких-то там супер особенности новых да и в каком-то сочетании что вот flexible гель именно только с этой базой контактирует нет абсолютно никаких можете совмещать может кто-то работает вообще другой какой-то фирмы базы используют здесь на ваше усмотрение и посмотрите следующий цвет это цвет сэнди он тоже бежевый ну а он немножечко другой я надеюсь что телефон цветопередача есть у него смотрите они разные они разные то здесь у нас такая больше все таки розовиночки в пигменте присутствуют здесь цвет похолоднее будет он будет более на более бежевого оттенка такие красивые цвета белый два варианта бежевых и розовых такой маникюр аля натюрель можно сделать очень красивый просто с идеальным бликом он гладкий и на форме подложка нам никакая не нужна для этого материала то есть если например мы работаем просто гелевая система этом нюдом пинком мелком дейзи ирисом софт эш у нас очень большая гелевая линейка нам для удлинения всегда нужен еще какой-то материал например монофаз гель либо форм гель клер натурал композиты или просто форм гель натурал для того чтобы удлинить свободный край то здесь с нам не нужен дополнительный материал вот самостоятельно нужно допустим один ноготок клиент поломал подставили форму дорастили можно выполнить полноценное наращивание я просто сейчас хочу даже наверное на белом потому что по нему больше вопросов я взяла форму и при помощи фирм flexible гель бланк выложу его на подложку для того чтобы вы понимали что он очень хорошо отделяется с подложки белый качественно просыхает то есть нет у него проблем с просыхаемостью потому что как правило твердые гели даже акригели когда имеют своем составе белый пигмент они достаточно плохо просыхают есть такие моменты то есть нужно подольше просушивать здесь время полимеризации у нас две минуты сейчас я добавлю еще слой и отправлю мы с вами просушим для того чтобы вы посмотрели как он от формы отделяется по форме смотрите он не течет то есть вот в тех границах которые я наметила в тех границах он и будет стоять то есть работать максимально комфортно этим материалом на форму выложила видите перевернуть можно сцентровать чтобы не просела в бока и отправляю на просушку просушим и сейчас посмотрим можно материал поджимать точно так же как и обычный акригель пока он горячий он нам позволяет при помощи там дополнительного инструмента либо при помощи своих рук можно поджать свободный край если трамплинообразные ногти такие трапециевидные и есть такая необходимость можно поджать его после остывания он этот результат зафиксирует такая классная новинка хорошая очень хорошая альтернатива для тех у кого совершенно ничего не держится в объеме 15 миллилитров на сайте будет самый первый в гелевой системе заходите в гелевую систему и находите также уже представители дистрибуторов по городам уже этот материал представлен так я посушила минуту две минуты не сушила цвет не поменялся остался такой же чистый такой же белый посмотрите естественно у него есть дисперсия на поверхности снимаю с формы смотрите раз щелк с одной стороны и с другой вот просто идеально он отходит от формы просох после минуты полимеризации вот она арочка материал имеет гибкость вот я сейчас на него надавливаю пальцем обратите внимание на то что слой у меня достаточно тонкий я не делала сейчас какую-то плюшку он мне не сел в боках там посередине нет огромной толщины и при этом при надавливании он у меня чуть-чуть я пальчиками прямо на него давлю вот он у меня чуть-чуть проседает некая некоторая амортизация она присутствует но при этом он не гнется полностью то есть он не сгибается и на самом деле если начать его разгибать вообще достаточно достаточно трудно его сломать но он пока еще горячий вот я сейчас раскрываю очень жесткий очень жесткий на мой взгляд просто такая идеальная история сочетание твердости и при этом некоторые гибкости все-таки материал эту гибкость имеет для таких ногтей подвижных то есть собственно говоря почему отслойку не дает потому что мягкие влажные очень сильно тонкие ногти они подвижные при отрастании ноготь имеет такое свое движение и вот от разности плотности когда ноготь очень-очень сильно тонкий а гель очень-очень сильно жесткий происходят от слойки такие самые большие например со стороны кутикулы там по боковым сторонам вот эти амортизационные свойства то есть некоторая гибкость которая присутствует данного материала она как раз таки не дает вот этих отслойок поэтому я рекомендую мастерам и моделирующим профессионалам и тем кто только начал свой путь как мастера обязательно эти продукты попробовать потому что совсем другая консистенция совсем другая история и некоторый прорыв в твердой гелевой системы ну вот на мой взгляд это так по поводу опила еще хотелось бы сказать что несмотря на то что материал достаточно жесткий вот он высох он прям очень жесткий несмотря на то что он жесткий он очень легко пилиться нет никаких проблем нет никакой звенящей фрезы по поверхности пилится легко комфортно как форизой так и при помощи пилочки поэтому я вам рекомендую этот продукт проверено на себе и на большом количестве моделей огромное внимание уделяем выпуску новых продуктов проводим очень большое тестирование это такой огромный огромный процесс и большая работа нашей большой команды вопросы если у вас остались можете позадавать вопросы я сейчас пролистаю если вдруг я пропустила поэтому 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 так на сегодняшний день хочу сказать что это прям фаворит для меня в работе в твердой гелевой системы на сегодняшний день ну просто равных нет и очень с конкурентами очень много мы сравнивали то есть вот прям огонь так подскажите софтмилк в дойпаке и софтмилк лет гель в бутылочке они же разные по консистенции да они разные по консистенции потому что материалы которые в дойпаке находится он предназначен для того чтобы выгрузить его вот такие баночки у нас баночки у меня с под рукой монофаз а гель в баночке и гель во флаконе с кисточкой они отличаются вязкостью то есть для баночки материал более густой гель во флаконе всегда будет всегда будет более жидкий сейчас я возьму например мил сейчас быстренько если найду вам показать у меня тут мелкивается под рукой но не суть смотрите по большому счету различаются пигментации когда мы имеем дело с гелем во флаконе смотрите это сейчас у нас система софт он более жидкий более жидкий а гель который находится у нас баночки он всегда по консистенции будет более густой да и пак это для того чтобы скажем так экономия была до более выгодно в дойпаке покупать потому что больше объем но для выгрузки вот такие баночки и консистенцию не дать действительно разное так еще листа вопросики будут другие оттенки по поводу других оттенков пока не могу вам сказать не знаю будут ли другие оттенки на сегодняшний день пока мы не разрабатываем другие варианты сделали линейку именно таких нежных нежных вариантов классический вариант белого розового и 2 бежевых пока не будет других оттенков но вообще в принципе гелевую систему мы всегда расширяем и я думаю что сейчас этот материал себя очень хорошо зарекомендует и абсолютно уверена что мастерам зайдет и очень сильно понравится и возможно мы разработаем так можно ли чем-то разбавить материал задавала вопрос выше ну смотрите разбавите чем вы его разбавить можно разбавить смешайте если вы хотите можете смешать с друг другом кто-то и девчонки кто-то например если нужно то выбилить высветлить например с монофаза можно помешать но вы понимаете что уже оттенок например изменится вообще в принципе для любителей что-то с чем-то смешать нет пределов гелевую систему можно друг другом смешивать никаких проблем по крайней мере на качестве это не отразится поэтому смешивайте так но я надеюсь что я пролистала все вопросы на все вопросы ответила такой материал я обязательно буду проводить еще эфиры непосредственно на модели сделаю наращивание то есть покажу как это в технике непосредственно выполняется поэтому мы конечно же еще к этому материалу будем неоднократно возвращаться и в дизайнах его интересно посовмещать посмотреть в качестве замены цветного покрытия использовать тут такой огромный огромный полет фантазии так ну все вопросиков нет эфир мы наш заканчиваем я всех благодарю за внимание с удовольствием делюсь такой позитивной новостью о том что у нас эта новинка наконец-таки вышла для меня она была долгожданной и вам я тоже его в работу рекомендую уверена что вам этот материал понравится всем хорошего дня до свидания и творческих успехов всем пока пока